Итак, всем привет! Конец 23-го года. Что я еще не успел сделать, так это закрыть вопрос с кармическим хвостом. Кармический хвост у меня 9918, это значит, что я обязан просто-напросто делиться потоком информации, которая ко мне приходит от моего высшего «я», назовем это так, свыше. Это для тех, кто не знает, для тех, кто знает, им в принципе понятно только набор цифр этот. Что же? Ну, надо отработать, потому что 37 лет, надо уже закрывать этот весь дурдом, я уже устал. Значит, о чем сегодня в видео? Первое. Поток информации о том, что дальше будет с нашей планетой, куда мы все идем и почему это все именно так происходит. Второе. Расскажу для непосвященных, как попроще относиться к карме и судьбе, что это такое, откуда оно берется. И третье. Ну, как бонус в конце видео, дам вам простую, но реально действенную технику исполнения материальных желаний, назовем это так. Вот. Для начала я должен сказать о том, что это видео, я надеюсь, не попадет в руки к идиотам. Если даже попадет, оставьте свое мнение при себе, я думаю, оно будет очень ценным для вас в дальнейшем. Тем же, кому что-то будет непонятно в этом видео и какие-то есть разумные вопросы, да, потому что я понимаю, у меня поток сознания летит на то, что у меня уже и так есть в голове, для меня картинка формируется легче. Если для вас она не до конца формируется после прослушивания этого аудио или просмотра этого видео, вы можете оставить свои комментарии, и я постараюсь на них ответить в следующих видео. Итак, сегодняшнее видео, как я и говорил, начнем с того, что происходит с нашей планетой и что вообще не так в этом мире. В первую очередь то, что мы, как человечество, со своим потребительским отношением ко всему, что у нас есть, гробим тот организм, а планета Земля – это живой организм, который нам дали в аренду внимание. Вы все тут только гости. Запомните, каждое физическое тело с воплощенной в нем душой на этой планете – только гости. Поймите это раз и навсегда, причем неважно в каком вы статусе находитесь, насколько вы материально богатый или небогатый человек, материально обеспеченный или необеспеченный человек. Даже если ты президент какой-то федерации, ты тут такой же гость, как и я, как и вот тот бомж, которого ты видишь под забором с окна своего офиса. Вы все на равных правах. Мы все тут на равных правах. И то, что тебя, какая-то толпа народа, неважно сколько миллионов, наделили какими-то так называемыми полномочиями, не забывая о том, что они тебе дали эти полномочия, чтобы ты делал их жизнь лучше, а не свою. А теперь вернемся к тому, что происходит с планетой. Я думаю, только дурак не заметил, что в последнее время происходят эпидемии, катаклизмы, катастрофы. Почему? Потому что наша временная петля сжимается. Что это значит? Во-первых, ускоряются абсолютно все процессы в мире. Положительная новость – ускоряется исполнение ваших желаний, если у вас таковые есть. Отрицательная новость – ускоряется уничтожение планеты в том виде, в котором мы к ней привыкли. И этому всему причиной являемся мы – человечество. С незапамятных уже времен наше человечество перешло в потребительское. То есть наше общество признало, что потребительский – жить хорошо. При этом эта опция нам навязана. Навязана свыше. Вы можете говорить о теориях масонских заговоров, можете говорить о чем угодно. На самом деле, даже если и существует десяток масонов, они не могли бы нами так легко управлять, если бы мы сами добровольно не дали на это согласие. А подвергаясь и принимая для себя потребительское отношение к обществу, к жизни, мы все добровольно даем им согласие на то, чтобы они добывали ресурсы планеты, в том числе ресурсы и энергию нашу, человечества, то есть эмоции наши, и обменивали нам эти все блага на какие-то придуманные бумажки, которые они назвали деньгами и наделили какими-то невероятными функциями. Обратите внимание, на сегодняшний день мы, человеки, платим за то, чтобы нам было тепло. Мы вынуждены совершать какие-то действия, отдавать свое время и свою энергию для того, чтобы получить бумажки или пластмасски, или хуже того, циферку на экране, я говорю о банковском счете, чтобы потом эту циферку обменять на физическое что-то, что обеспечит нам наши базовые потребности. Базовая потребность это покушать, базовая потребность это согреться, базовая потребность это секс, это вообще инстинкт, размножение. Вот можете себе представить, до чего мы дожили, я сейчас даже сделаю паузу, чтобы вы еще раз подумали, мы ишачим на то, чтобы поменять какую-то виртуальную цифру на вполне реальное благо. Подумали? Если не подумали, поставьте паузу еще раз, промытайте назад и вот так обдумайте и обдумайте и обдумайте миллион раз, или сколько вам будет надо, бессмысленность предыдущей формулировки. А фактически вы в этой формулировке живете. Как и я, как и все мы. Мне проще. Я понимаю, что я сейчас закрою вопрос кармическим хвостом и удачи. Я в другие измерения и до свидания. Можете, кстати, считать это бредом сумасшедшим, мне тогда же проще будет, потому что у меня по кармической программе не указано, чтобы меня восприняли и поняли. Моя задача поделиться информацией. Кому нужно, тот поймет. Кому не нужно, ну что ж, живите дальше ботом. Так вот, когда нам навязали вот этот вот обмен, они сделали что? Они развязали себе руки к потребительскому отношению. Обратите внимание, у нас же в последнее время в обществе принято показывать суперуспешные люди. Это не те, у кого счастливая семья, а суперуспешные люди, те, у которых большой дом, крутая машина, часы, роликсы, доллары. Вот возьмите любое видео об успешном успехе. Это не счастливое, это не про семью. Это не про развитие. Это не про человека, который создал реально работающий, там, я не знаю, вечный двигатель. Это не про человека, который реально закрыл потребность человечества. Это не про человека, который спас планету, спас там 200 гектаров леса. Успешный успех, это пачка бумаги с нарисованными цифрами. Это кусок железа со значком Mercedes, Bentley, Audi, не важно, абсолютно не важно. В огромном кирпичном замке. Вот ваш показатель успешного успеха. А, ну и добавляем к этому успешный успех. Это какой-то там типа Мариарти, то есть человек, который влияет на судьбы людей манипуляциями. Четыре бессмысленных вещи. Полностью бессмысленных. То есть нас приучают к тому, что чтобы быть успешным, нужно, а, манипулировать, манипулировать для того, чтобы собрать кучу бумажек, чтобы потом поменять их на куски железа и кирпича или камня, обработанные кем-то, как-то. Вот в вашем понимании успешный успех. Полный бред. Реально полный бред. Это я вам говорю, как человек, которому даже 50 лет, мне 37. Я 37 уже умудрился и потерять очень много раз всю свою жизнь, и заново ее найти. В конечном итоге меня жизнь привела к тому, что, чувак, ты либо примешь то, с чем ты пришел сюда, со своим кармическим хвостом, либо тебе капсда вообще. Вот потому я, собственно говоря, пишу это видео. Вот. Потому нахожу на вас время. Так вот. Этим всем счастьем мы доводим свою планетку. И доводим мы как? Мы с нее постоянно доим ресурсы. Доим ресурсов намного больше, чем на самом деле человечеству нужно для существования. Понимаете? Мы доим нефть, мы доим газ, мы доим все на свете. Мы пилим деревья в невероятных количествах для того, чтобы их сжать, чтобы получить тепло. Хотя при этом существуют другие способы получения тепла, которые современная наука признает шарлатанством. Обратите внимание на разработки более старых времен. Конечно же, это все признается шарлатанством, идиотизмом, и таких изобретателей признают городскими сумасшедшими. Это не более чем манипуляция. К науке, к современной, столько же вопросов, сколько и к тем, так называемым, самошедшим. Потому что на чем базируется современная наука? На константах, которые вообще никак не доказаны. То есть, кто-то когда-то где-то сказал, что есть скорость света, и вот от нее мы будем отталкиваться. И при достижении скорости света все объекты и время останавливаются. Внимание, вопрос. Откуда вы знаете? Вы же не можете достичь скорости света. Никто из вас физически не был в этом состоянии. Как вы доказали это? Это теория. Но на основе этой теории базируется очень много других теорий, которые нам выдают за чистую монету. И очень много таких несогласований в современном мире. Вот так они просто-напросто манипулируя нашим сознанием и мнением, приводят нас к тому, что нам нужно жить в потребительском обществе. А именно таким способом потребительское общество приходит к тому, что мы гробим планету. А планета живой организм, а она долго не собирается с нами играться. В ее масштабах долго. То есть, это в наших масштабах мы проживем 10, 15, 20, 30, 40, 100 поколений. В масштабах планеты Земля это минута. Это пшик. Вот, все наше человечество. Так же и как и динозавры до того были, если они действительно были. Так же, как и все остальное. Вот. А что сделало человечество с момента, как оно появилось? Вы подумайте сами. Кем-то когда-то, каким-то творцом был создан этот кусок суши, моря, всего вместе. То, что мы называем планетой Земля. Я не буду углубляться, плоская она или круглая. Вообще не имеет значения. Вот реально абсолютно никакого значения сейчас это не имеет. Имеет значение только то, что был создан объект, на который нас поселили. Пока что мы не углубляемся в то, аватары мы не аватары, физические тела, не физические. Вот физические тела вот такие вот поселились. И что мы, до чего мы додумались в первую очередь? Да, то есть нам дали благостное место с множеством ресурсов, которых хватает на всех. Вот просто тупо на всех хватает ресурсов, если перестать жрать не в себя, как говорится, да? И пытаться выдавить с этой планеты, как будто бы, ну все, больше у тебя жизни не будет. Вот только сейчас и все, больше никогда. И вот теперь представьте, до чего додумалось человечество, когда получило в пользование эту планету, взяло в аренду? Мы додумались в первую очередь ограничить сами себя. То есть да, мы все сейчас ограничены. Мы абсолютно все ограничены. То есть мы сами себе создали границы государств. То есть мы сами себя позакрывали в клетках. В клетках домов, в клетках городов, в клетках стран. Мы сами себе придумали законы, по которым запретили сами себе свободно передвигаться по нашей общей, напоминаю, планете. Мы сами себе, как человечество, создаем проблемы. Помимо всего прочего, мы сами себе гробим место, в котором мы живем, потому что мы дуем эту планету так, как будто бы, ну все, это последний день мира. Нам давно пора научиться намного разумнее распоряжаться как собой, так и тем, что у нас есть. Иначе, иначе наша планета, нас, стряхнет в себя, как вши. Мы паразиты. Примите это. Мы, человечество, в данный момент времени, в основном, в большинстве своем, паразиты. Мы, блохи на собаке. Мы гробим то место, где мы живем. Мы гробим его, потому что мы не понимаем, что завтра наше физическое тело умрет, а ментальное тело или душа, как вы ее любите называть, если мы сейчас говорим о религиозных людях, вернется сюда же. Не существует рая или ада. Существует вот такая планета и еще миллион планет, подобных этой, с разными другими законами, физики, морали и вообще мироздания. И вот нас только перебрасывают наши души с одной на другую. Прикол в том, что если ты будешь гробить эту планету, в следующем перерождении ты придешь на нее же, будешь на ней же жить. И дышать, извини за выражение, и купаться в том же говне, которое после себя ты и оставишь. И это сейчас касается одинаково абсолютно всех, не важно, кто ты. Не важно, сколько тебе лет, не важно, в каком ты статусе находишься. Ты сюда же и вернешься. Если ты думаешь, что при крахе планеты ты просто сядешь в космический корабль и куда-то там улетишь, я тебя расстрою. Рано или поздно твоя физическая оболочка разложится, а твоя душа вернется сюда же. Это и будет твой ад. Ты тут же будешь заново проживать свою жизнь, до тех пор, пока ты не научишься строить эту планету. А с учетом того, что время ускорило, с учетом того, что временная петля нас сжимается в точку, в данный момент мы подходим к этой точке. Так называемый конец уже близок. Но это не конец. Это точка не то чтобы не возврата, оно все циклично. Это точка, в которой произойдет сброс системы. То есть, если меня сейчас слушает какой-то там суперчинуша, миллионер, я тебя обрадую. Точно так же, в принципе, я могу обрадовать и бомжа, который меня слышит. И тебя я обрадую. Еще одно перерождение, и, скорее всего, мы все опять окажемся в равных условиях, и нам заново придется строить эту планету, заново создавать все, что вокруг нас есть. И когда-то мы будем проводить археологические раскопки, видеть свои же дома, свои же детские рисунки, и придумывать теорию о том, какими были тупыми обитатели нашей планеты. не понимая, что это мы же и были. Вот что происходит с нашей планетой, вот что происходит с нашим миром. потому, да, действительно, нам стоит браться за голову, да, действительно, нам стоит пытаться делать жизнь лучше. И я не говорю о том, что все, переставай стремиться к деньгам, бомжуй. Нет, я говорю лишь о том, что пытайся найти способ гармоничного какого-то существования на этой планете. Это первая часть, что хотел бы сказать. С планетой разобрались, люди, берегите, берегите, потому что мы арендовали этот кусок земли, после нас придут наши дети, а наши дети – это, по сути, наши же души, которые переродятся в новом теле. Второе. Карма. Карма, судьба и так далее. Это для тех, кого интересуют эти вопросы. Вот люди жалуются на судьбу, давайте расставим раз и навсегда все точки над «и» в этом. Дупойся. Значит, смотрите. Представьте себе город с высоты птичьего полета. Это и есть наша предначертанная судьба. Ваша, наша, моя, твоя, любая. Вот мы рождаемся в начале огромного лабиринта, огромного города. Дальше каждый из нас начинает двигаться. На каждом перекрестке у нас есть указательный камень, как в сказке. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, любовь свою найдешь, да? Прямо пойдешь, по лицу огребешь. Ну, приблизительно. Могут быть другие указатели на разных этапах. И вот на каждом из этих выборов мы на карте своей предначертанной судьбы куем в реальность. То есть мы подошли к камню. У нас выбор найти любовь, потерять коня. Мы сворачиваем в сторону любви. И вот мы начали ковать ветку реальности, в которой мы получаем любовь. Когда мы до нее дойдем, или еще в процессе, у нас появится еще один перегресток с еще одним камнем, на котором очередной раз будет что-то указано. И мы опять будем стоять перед выбором. И опять будем ковать свою судьбу. То есть да, она предначертана. Предначертан город, в котором мы родимся. Но также предначертано пространство вариантов, в которых мы можем принимать решения. Потому оба утверждения правильны. И то, что нам все предначертано, и то, что мы выбираем варианты. Еще один важный момент. Что такое карма? Карма — это передача родовых программ. Что такое родовая программа? Родовая программа — это набор знаний, умений и, самое главное, поведение. То есть, все мы родом из детства. Каждому из нас передается манера поведения. Как наложить эту манеру поведения на то, что я сказал ранее? Это принципы, по которым мы принимаем решения о поворотах на указательном камне. То есть, кто-то из нас в стремлении к своей жизни всегда выбирает способ потерять коня. Всегда. И вот если до тех пор, пока ты будешь всегда соглашаться на потерять коня, тебя судьба куда-то будет вести. А теперь представь себе ситуацию. Мир, ну, ты, будучи душой, подписал, подписался, вернее, на отработку так называемой кармы. Вот как я, да? Я подписался на то, что я должен поделиться своим потоком знаний с обществом. Попытаться им подсказать что-то, попытаться им помочь. Но есть правило. Никогда не помогай тому, кто тебя не просит об этом. Не навязывай помощь. Потому я выбрал самый органичный способ поделиться со всеми потоком. Это вот записать это видео, либо аудио, я не знаю, как оно там разместится. И распространить в социальных сетях. Не важно, понравится оно кому-то, не понравится. Есть поток, я отдал. Вот и все, вся отработка кармы. Мне оставила задача отдать, выдать поток. И дальше, рано или поздно, тот, у кого стоит задача принять, осознать, переработать, измениться, попадет на это видео, осознает, примет и изменится. Если до этого этот человек всегда делал выбор в сторону потерять коня и ходил по замкнутому кругу, потому что если ты четыре раза выбираешь, ну на каждом перекрестке налево пойдешь, коня потеряешь, и ты каждый раз идешь налево, налево и налево, и опять же налево, ты приходишь к нулевой точке, к тому месту, с чего ты начинал. Это, кстати, совет вам, тем, кто чувствует, что находится в цикличности какой-то, то есть рано или поздно, каждый раз события повторяются приблизительно, да, и вы уже говорите, боже мой, замкнутый круг. Это не замкнутый круг, это ваши неумения, это не, вернее, не замкнутый круг, это ваши родовые программы, если быть точным, это ваша манера поведения. Меняй поведение, думай о том, как найти любовь, вместо того, как потерять коня. И второй момент, когда это еще работает, это когда у тебя полностью отсутствует цель. Ты тогда просто ходишь по кругу, ты идешь по стандартному сценарию, ты делаешь одни и те же действия в надежде на новые результаты. Этого не будет. Это то, что стоит сказать о карме, о судьбе и о том, как мы живем. Поэтому, в первую очередь, я вам посоветую действительно, ну, прислушиваться к подсказкам вселенной. Вот что нужно было сказать. Я вот сейчас прилетела, и я забыл плавно к этому подвести. Значит, как правильно рулить в этом городе? Ковать свою судьбу, да? Первое, у тебя всегда должна быть какая-то конечная цель. Хорошо, если это твоя конечная цель совпадает с твоей родовой программой. То есть, потрать пару минут времени. Веришь ты в это, не веришь? Вообще не важно. Оно работает. Найди любой калькулятор родовой, кармический, да? Как он там? Правильно называется. Я думаю, вот тот, кто меня смотрит, тут у меня прям сейчас пришло в потоке какой-то женский голос, который уже назвал правильно этот калькулятор кармы, это может так и ввести в гугле калькулятор кармы. Тебе рассчитается матрица твоя кармическая. И вот на ней ты сможешь ознакомиться со своими арканами и ознакомиться с тем, как вывести арканы в плюс. В принципе, основная твоя жизненная задача это хвост кармический закрыть. Закрыть, в смысле выйти в плюс с ним. У меня, например, хвост 9918, я обязан делиться, ну, у меня отработка кармы идет в служении и служение людям и делиться информацией, потому что есть определенные, скажем так, возможности у меня, даже не возможности, а дары, если их можно так назвать, определенные силы, которые ведут меня в этом мире. И, поверьте, если вы думаете, что аркан, маг, отшельник, это там очень весело и прикольно, ты можешь творить свою реальность, пока ты не знаешь, как это делать, пока ты не знаешь о своем этом аркане. Ты творишь реальность, но такую реальность, что охреневаешь. Поверьте мне. Я знаю, что такое быть на дне. И знаю, что такое быть наверху, потому воспринимаю мир совсем по-другому. Если у вас будет когда-нибудь желание со мной встретиться, я сомневаюсь, что это произойдет, но если она судьба сведет, вы меня сразу узнаете, мне даже представляться не надо будет. Так вот, когда ты... О чем я? О чем я с... А! Кем бы ты ни был, в что бы ты ни верил, возьми, зайди, рассчитай свою карму. И пробуй двигаться в достижении своих целей с учетом целей. Там же, кстати, будут твои подсказки о том, как достигать всего остального, как находиться в балансе, как быть счастливым, действительно счастливым, в том числе и материальное обеспечение, и все остальное. То есть, вот эта штука, на которую стоит потратить 20 минут времени и стоит потратить какое-то время на то, чтобы изучить этот вопрос. Почему? Почему я так говорю? Потому что на самом деле все мы управляемся бессознательно. Это, кстати, плавно мы так переходим к теме воплощения желаний. Как вершить свою реальность? Да, вот, потому что, что такое воплощение желаний? Воплощение желаний – это вершение реальности. Как это происходит? Смотрите. Вообще мир устроен следующим образом. На базовом уровне это эфир, которому предоставляется информация о том, что нужно сделать, как нужно реагировать. Второе. Эфиру дается энергия для того, чтобы это все осуществить. Ну и дополнение идет временные рамки. Временные рамки напрямую зависят от объема энергии. которые этому уделяются. Сейчас я более детально это все распишу. В первую очередь, как предоставить эфиру информацию? Это мысливый образ ваш. То есть, вы себе придумали мечту, вот вы ее увидели. Картинка в мозгу сформировалась. Это и есть информация для эфира. Почему эта картинка сразу же не осуществляется в большинстве случаев? Потому что нет энергии. Что такое энергия? Энергия это ваши эмоции плюс фокус. Понимаете? Эмоции плюс фокус это как получить вообще возможность, как оживить картинку. Допустим, вы мечтаете об автомобиле. В каком-то там, я не знаю, в Мерседесе, S-класс, или в Ламбо, вообще по барабану. Любая материальная хрень. У кого-то это Айфон, у кого-то это Мерс, у кого-то это дом. Вы об этом мечтаете. Как? Ну, пока что вы видите это просто как картинку в голове у себя. Вы сформировали мыслеформу какую-то, да? Вернее, это еще не мыслеформа, это мыслеобраз, влажная вещь. Форма, он начнет превращаться тогда, когда вы дополните это эмоциями, влажная штука. Так вот, вы создаете мыслеформу, мыслеобраз, и он не подтвержден никакими эмоциями. Почему? Потому что, ну, логично, вы придумали себе картинку мира, в которой никогда не были, вы не можете ее поддержать эмоционально, вы не можете дать ей энергию для воплощения, потому что вы не знаете, какая это энергия. Вы сами не знаете, что вы будете испытывать, когда вы получите этот дом. Допустим, многие там так называемые гуру этого всего дела, они советуют как? Ну, вот представь свое состояние, типа, когда ты все это получил. Ребят, невозможно, практически невозможно представить свое состояние миллионера, да? Если ты никогда миллион в руках не держал. Невозможно представить ощущение от того, что ты владеешь чем-то, если ты этим никогда не владел и даже близко возле этого не стоял. Но есть лайфхак. Как получить вторую часть? Допустим, ты мечтаешь о Мерседесе, ну, машине. Ты едешь в автосалон и примеряешь на себя эту машину. Это бесплатно. Ты можешь прийти в автосалон, не важно, как на тебя будет смотреть тот менеджер. Вообще не важно. Ты должен для себя принять, ты идешь к цели. Тот менеджер со своим недовольным взглядом, что вот какой-то дяденька пришел тут лязть по машинам, это чмоня, который там работает за какую-то миску вареников, а сет там работает. Неужели он и его мнение стоит того, чтобы ты отказался от своей мечты? Не стоит, никогда не стоит, потому что это твоя, блядь, мечта, твоя жизнь, и только тебе ее жить. А посему отсекаешь нахрен все лишние сомнения, страхи, едешь в автосалон, садишься в машину, ходишь, облизываешься возле нее, обцеловываешь, ведешь себя так, как будто бы она уже твоя. То есть пробуешь ощутить себя ее владельцем. Я больше всего скажу на этом этапе, вот это проверка желания на профпригодность, назовем это так. Потому что бывают ситуации, когда ты мечтаешь о чем-то, а потом приходишь к этому и понимаешь, что оно тебе нафиг не надо было. А ты уже угробил кучу времени, кучу эмоций, потерял практически все, что у тебя было в жизни ради этой херни. Важная вещь, это я вам говорю как из своей практики. Я к этому на практике пришел. Я теперь все свои желания в первую очередь прохожу через ощущения. То есть если я хочу купить дом, я нахожу этот дом, еду туда на осмотр. Осматриваю, прогуливаюсь, считываю свои ощущения. Если я действительно ощущаю себя счастливым, будучи владельцем этого дома, ощущаю себя в радости, наполненным, нет у меня каких-то отторжений, нету чувства какого-то отторжения. Тогда я за эту цель принимаю, дополняю ее эмоциями и начинаю на ней фокусироваться. И дальше уже в процессе, когда я вижу, что началось отображение на материальной плоскости, я начинаю усиливать это отображение действиями. То есть сначала ты идешь, примеряешь на себя эту машину. Допустим, ты хотел Мерседес, ты приехал, а Мерседес тебе как-то не зашел. Просто не зашел он тебе. Вот ты себя не чувствуешь в нем комфортно. Да ты как будто бы вот выход из зоны комфорта, говорят. Да ни хрена это не выход из зоны комфорта. Ты должен принимать мечту свою, цель, ну как твоя мечта становится целью только тогда, когда ты чувствуешь себя в своей тарелке, будучи владельцем этой мечты. Вот как это можно сказать. То есть ты не должен чувствовать себя вне зоны комфорта, будучи уже в состоянии получения мечты. Грубо говоря, в самом этом Мерсе, который ты хочешь, ты должен ощущать себя в своей тарелке, в зоне комфорта. Да, в процессе ты будешь вылетать из зоны комфорта. Это логично. Но конечная твоя точка должна быть как раз-таки зоной твоего комфорта. И вот вам еще один секрет. Как только она станет зоной твоего комфорта, так в тот же момент ты к ней прилетишь просто вот так вот. Щелк и все, и там. Это очень крутая штука. Людям, которые вот актеры, да, творческие люди, очень легко дается все это в жизни, потому что они умеют перевоплощаться. Особенно актеры театральные там и другие, да, вот ему легко дается не потому, что он известный человек, нет. Это именно потому, что он умеет перевоплотиться. Он имеет возможность ощутить себя владельцем этого. Потому говорят, жизнь надо не жить, жизнь надо играть. И вот именно так это работает. Вот маленький лайфхак. Ставьте лайки, кому было интересно. Подписывайтесь на канал. Ну и если что-то было непонятно, пишите комментарии, постараюсь разъяснить.